стало быть пошел исходни из подние чисто одену и свет везде выключено и поздравляю я у меня чистого из поднего не осталось после того как я посмотрел клип сергея зверева новый поэтому сожалению буду стримить в грязном привет будет и потолстел естественно а как по-другому когда заводишь женщину это неотъемлемая часть неотъемлемая часть жизни а чё она так кое-что нужно понятно это самое письмо от гражданина филиппа своему собутыльнику по скамье университетской так но мы практически готовы практически теоретически тоже подкованной во всех ипостасях у меня завязали соотношения замужней что делать ходи в качалку потому что тебя рано или поздно вычислить муж и здесь тебя потребуются определенные практические навыки я хочу с веб к немножечко решить где-то здесь время очередная обнова поставилась на винду поэтому я не помню как а вот все вот же тег software сейчас я немножечко ее эту в бочку подправлю и будет всем счастье в ход до великолепно все шикарно что закрываем ее а вообще замужними лучше не мутить что в меня вселился какой-то святой апостол михаил мутите с кем хотите короче все погнали дальше продолжить последнего естественно опять обнова но винда выкатывает регулярно обновы не особо нужно если честно наверное наверное разрабы винды считают эти обновы крайне полезными но вот оставим это дело умным программистом а сами будем тупость пользоваться благами цивилизации так господа черт я обратно выйти могу жаль эта дверь должна была больше не открываться стоп 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 да да я понял я помню я помню чем закончилась прошлая серия у нас счет по и счет появилась в загашники а именно именно этот листочек великолепный теперь нам нужно найти комнату где мы этот листочек реализуем друзья вам нормально слышно то есть громкость микрофона и громкость звуков хотя я уже это не раз калибровал вроде все по стандартику 60 процентов единственное что я у себя наверное сделаю чуть громче что было пожитче и вот так как-то она сподруще не будет кошка хай хай рать маш запусти кота здесь мы аннигилировали всю живность кстати шли по сложнейшей карте которые нам подогнали умные люди причем мы запомним это место навсегда помним что это так это сяк это листочек смотрите что можем нет сейчас покажу об чем бомбанет отлично кстати зря я эту фигню раздолбал потому что она нужна была ну да ладно так ну сейчас мы методом совершенно случайного тыка отыщем нужную нам комнату и все будет шикарно кажется это она нет то не на это не она ну еще минут минут 40 друзья мы побегаем в режиме топографического кретина и обязательно это что такое а это начало уровня это загадочная дверь да так тем же путем мне не выйти но я помню как вообще эта игра рассчитана исключительно на меня великолепная идея с ориентированием на местности в отсутствии карты идея удалась я вам скажу вы знаете я действительно нихрена не понимаю что происходит ну вот как-то ориентируясь на местности так тут заперто включал меня нет насколько я помню это ничего сейчас еще немного побегаем и потом уже начнем ныть с выклянчиванием по помощи от нашего комьюнити ну это дверь мы найдем рано или поздно честно с ориентированием совсем тяжко поэтому ночь когда вернемся налево это открыть не удастся и бегали бы мы так бесконечно и до сих пор если бы нам не подсказали путь на прошлом стриме вот собственно говоря путь найден короче там пауки на нас влезут мы будут запомнить это прекрасную комнату да вот собственно это восхитительное место маш открой кошки дверь и вот этот восхитительный листок возьмем его и неужели под ультрафиолетовой бумагой лампой на чистой бумаге проступил текст это гений человеческая мысль и пароль от хранилища 1371 шикарно ребята шикарно ну теперь-то на хрена нам чисто лезть мы же все мы 1371 131371 договорились я понял ну что ж друзья наш путь лежит дальше в мир кодов и дверей выключим проектор чтобы электричество не палить а то кто-то старался старался так кто-то наблевал на рельсы судя по цветовой гамме но это это бывает на выход товарищи и еще минут 50 побродим по катакомбам и переживайте все будет наверное хорошо у кого-то но не у нас 1371 дверь находилась соответственно вот здесь вот конкретно здесь смотрите-ка даже не спрашивайте как я так быстро отыскал то место и так дамы и господа вуаля надеюсь сейф сейчас перезапишется и мы начнем с этого места потому что иначе мы никогда в жизни не мот свашуять так ну сразу у меня плохие новости сразу понять мы можем да мы можем нет у нас отличные новости нет 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 у нас не очень хорошие новости трезор атакует но сейчас мы трезору начистим начистим соответственно вот это внезапно просто такая подстава полкан не по скрипту побежал нормально вообще полкан предатель конечно ну давай иди сюда кусок говна давай давай да толкай пожалуйста ящик мне красава вынести надо до какого ляда до какого ляда они на меня нападают они после того как встают должны пускаться на утек чертовы контейнеры для блох какого черта это просто какой то это собака забагованная ее генетики раз два я я я просто офигеваю эта шавка прыгает на нас после того как встает это это нонсенс пожалуйста позовите кинолога все предыдущие шавки пускались на утек алё ладно давайте сменим тактику а теперь побежал да так ну и с нами сейчас начнет общаться наш рыжий друг личинка джигурды сменим на нервы и да я успел да твою мать ты чё сука не может Как это понять, ребят? Эта тварь не может на ящик запрыгнуть, стоя. Я точно проверил. Алло. Оп. Это просто какая-то чернобыльская псина. А ты сдохнешь или нет? Алло. Ну, слава тебе, господи. Вообще, по идее, нужно было ее, конечно, тут заманивать. Хитрыми способами. Напоминает резервуар. Напоминает просто какую-то груду металла. На свалке. Ну, резервуар так резервуар. Ваше дело. Так, хорошо. Вот, собственно, дорогие мои детишечки, как нужно было по-православному замочить Бетховена? Нужно было сюда его куском мяса завлечь. Потом чем-то, вот, например, вот этой вот бочкой или ящиком. Вот этим вот ящиком нужно было его там прикрыть, пустить газ. Но это все не для нас. Маш, ну запусти ты кошку. Хорош издеваться. Так, милые места. Ой, ой. Ой. Сейчас у нас будут проблемы. Я чувствую, ящика-то нет. И ешкин. Так, ну, здесь все понятно. Здесь все понятно. Здесь мы, как бы, я понял, здесь нас не ждут. Тут нам не рады. Надеюсь, она двери не умеет открывать. Хотя вот на этой локации шавки какие-то особо дрессированные. Слушай, а нам придется, наверное, с ящиком телепать, потому что... Шавки здесь просто чумовые. Ой, здрасте, извините. Извините. Ну, народу многовато, конечно. Развели здесь. Че тут говорить? Слов нет. Тут еще одна паскудина сидит. Ага. Ё-моё. Ладно, пробуем. Ой, господи, я пересрался. Думал, что это... Маш! Ну, запусти кошку! Кошка! Кошка! Короче, женщина объявили байкот какой-то друг к другу. И одна, судя по всему, оглохла. Потому что кошку решительно запускать не желает. Может, у них что-то личное, конечно. Не будем вмешиваться. Это еще мне достанется. Сэм, извини. Но если она не слышит, как кошка ломится в дверь, то, видимо, она просто не хочет это слышать. Так, здрасте! Слышь, ты! Вифштекс недоеденный. На вокзале. Иди сюда. Да, это я. Эй, да, я чужой. Фас меня! Ату! Да, без этого, конечно, чета на ящике было бы очень скучно жить. Ну, да, ты еще забыла? Это все еще и я. Я никуда не уходил. Не тупи! Нет, серьезно, да? Окей. Главное, чтобы подруга не пришла. Вообще, я что-то уже боюсь их добивать, спускаясь, потому что они иногда просто берут и нападают. Вероломно. Просто по-скотски себя ведут. Не собака, а скот какой-то. Но Маша продолжает игнорить кошку. Она в бане, что ли? Не знаю. Возвращайся, Белый Бим, давай. У меня для тебя есть что-то... Ну, серьезно, что ли? Давай, ты забагованная, заскриптованная. Не уходи, побудь со мною, хвостатый друг. Я умею прыгать даже сидя. Судя по всему, мы играем за... Такого деревенского мужика, который пляшет гопак. Ну, сколько тебя убивать, чувак? Давай, еще разочек. Нет, ладно, он идет на вторую попытку. И пока... Пока авиация заходит на второй круг, выпьем кофейку. Нет, это, конечно, крайне увлекательное зрелище. Мне напоминает все это, как в Саус-парке Картман и компания качались, чтобы завалить Райт-босса на овцах в лесу. По уровню привлекательности и... Аркадности примерно так, то же самое. Ну, все, все, все. Выключайте музыку. Хорош. Хорош. Черт, здесь, короче, ребят, ну, серьезно. Нам еще фармиться и фармиться. Заперто с той стороны. Железная шахта. Черт, ну, придумали же. Придумали же идею классную, да? Гулять без карты по таким катакомбам. Спасибо вам. Спасибо вам, разрабы. Умеете, могете. Ну, проблема в том, что тут у нас ящика нет. А псины, судя по всему, есть. Ладно, идем все время направо. Вот такая страта. И вдруг внезапно мы когда-то пришли... Маш, там у кошки уже истерика. Она бьется головой в эту дверь. Лапами, скребет, орет. Ты ее заигнорила? А Саманта при чем? За что ты на бедном животном отыгрываешься? Ой, флэшбэк. Понятно. Сдается мне сейчас, нам придется валить по прямой, потому что... Скорее, скорее за железную дверь. Че, серьезно? А за какую? Шикарно. Интересно. Как скипнули только эту шнягу? Скорее, говорит, за железную. Оп. Да, есть же. Так, сдается мне, я проблему-то не решил, да? Ой, да, я проблему не решил. И утонул в кислоте. Так. Окей. Я, конечно, понимаю, что это мечта любого наркомана утонуть в кислоте, но... В нашем случае вопрос... Ну, я так понимаю, нужно вниз их сталкивать как-то. Да какого ляда? Так, и че? Господи, 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 как же все дерьмово! Уже ломают вторую дверь. Да, вы че? Серьезно? Вы мне предлагаете вот поэтому идти? Да ладно. Да ладно, ну вы, ребят, вы... 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 Вы зачем так? Вы почему? Вы по что? Бояра не обидели. Ядритецкий... Матчмейкинг. Так, ну... Я, судя по всему, иду правильно. Вот. А вот куда дальше, это вопрос. Нетривиальный. Быстрее, тупая сука. Ээээ, в смысле, главный персонаж. Я хз, че делать дальше, ребят? Вот правда хз? Да блин, кривой ты, мудак! Ты че споткнулся? Так, ну, видимо, главный герой сейчас просто тупо споткнулся, потому что я не знаю, что еще ему позволило так дико затупить. А я могу просто вот здесь переждать опасность? Так вот, взятие. Ну, просто взятие. И вот тут просто просидеть. Ну, так вот, раз и... Он меня нюхом чует, сволочь такая. Ну, я так понимаю, что... Я так понимаю, что страта не сработает. Иначе это был бы чьи-то абуз. На первую бочку садись, а второй отгребай. Да мой персонаж баран, он тупо проваливается. Проваливается выступление сборной России по футболу. На любом чемпионате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я честно понятия не имею, что делать. Но проблемка-то не иллюзорная. Ну и че? Ребят, вы... Вы как бы издеваетесь, что ли? Окей. Значит, страта с передвиганием ящиков не работает. Я тогда просто понятия не имею, что делать. Нет, все великолепно задумано, конечно. Интересно все. Как говорится, тамада веселый и конкурс интересный. А как пройти-то их? Не знаю, может на его пути нужно ставить какие-то хитроумные препятствия. Так какие нахрен препятствия? Просто сбрасываем все. Ну правда, ребята. А бочка тут утонула. Ну, гг. Че я могу сказать? Я просто не могу здесь... Я просто не могу здесь никаким макаром перейти. Окей. Привет, Дредд. Не знаю, мне кажется, что ты в самый раз пришел. Мы столкнулись с непроходимой нервожопией. Да. Была бы хоть какая-то доска. Я бы еще, может быть. Как-нибудь. Но доски нет. Но тут можно бочку забрать. Но я просто не успею. А, ну это гг, да? Ребят, там какие-то сваи. Я понятия не имею. Ну... Не знаю, может быть надо... Значит, червя... И... Эхо! Нет, это гг. Я думал, может он упадет в кислоту первым. Уй, не туда! Извините. Извините, дядя. Дяденька-дидюля. Ты че, издеваешься? Ты че, тупой? А ща прямые удары не работают? Да быстрее зажимайся! Тупая ты, манда. Берем, берем бочку, несем, бро. Давай. А! Можно... Вы видели че? Иха! 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 Не смотреть! Не смотреть! Да сухо! Просто как можно было понять, что эти сваи не прибиты гвоздями, а вот просто берут и опрокидываются, я понятия не имею. Просто лель! Да я понял, что он идет. Так, друзья. Ну что, замаячила впереди надежда. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. У нас есть два снаряда, чтобы метнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Быстрее! 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 Давай, 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 тупая мразь! Ты че? Ты че? Ты че? Ты че? Ты че? Ты че, сука? Гага. Она открылась хотя бы, я не знаю. Окей. Окей. Guys. We need to run more faster. Зачем я сказал по-английски, я не знаю. В жизни никогда не работал для англоязычной аудитории. Но понимаете, нам еще предстоит эту ботву повращать. Это превращает задание в немного более сложное. Одна ошибка и ГГ. Одна ошибка и ГГ. Два. Три. Быстрее! Страшно, сука! Нет, нет, ты... Спокойно. Так, вентиль, быстрее, 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 Олежа, быстрее. Ой, как же тяжело-то жить на свете, бедняжечки. На-на-на-на-на-на-на-на, матрос. В тельняшечки. Быстрее по фастику. Нам расхреначить все. А то червяк сейчас нас догонит. И лилей нам вгонит по самое не хочу. Да с... Черт с ней, с дверью. Давай. 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 Можно побыстрее, пожалуйста? А, ну ничего не происходит. Я не понимаю. Я верчу этот вентиль. Я его вертел уже. Знаете, на каком органе? Какого ляда? Он... Сколько же вертеть-то надо? Это не вентиль. Это какое-то... Какое-то паскудство. Я, честно говоря, не понимаю, че ли. Че от нас хочет игра? Мы тут уже и так на спидранчике. Там дверь, скорее всего, запирающаяся. А можно, сука, побыстрее, пожалуйста? Не, ребят, это ГГ. Я не понимаю, как это говно вращать. ГГ. А-а-а! Вы видели, сколько времени она отпирается? Я только сейчас увидел, как она поползла вверх. Это я буду час крутить, вы понимаете, эту динамо-машину? Ё-моё! Спасибо, разрабы. Я попробую сейчас напрямую впрыгнуть. Ага, прикольно. Нахер я этот ящик в воду ронял? Кто-нибудь подскажет? Прикольненько, прикольненько, прикольненько. Нет-нет-нет-нет-нет. А-а-а! Сука, ну почему? Да ё-моё! Ну это просто жесть, ребят. Нет, я её в жизни никогда не открою. Серьёзно. Это, это, это просто жесть. Забочка, зачем возвращаться? Там рядом есть другая. Согласен. Не-не-не, это херня, ребят. Идея с вращением. Вы ещё не представляете, как она криво, как она криво управляется. Вы просто даже представить себе не можете, насколько кривая система. Это не то. Это не то, ребята. Надо что-то другое думать. Чё, какой столб? О-о-о! Господи! Это так криво вертится, я не знаю. Вот нужно сидеть и мышкой... Мышкой творить чудеса. Я думаю, что какой-нибудь... Да в жопу. Тупая система. Посмотрите на это. Говно кривое. Это всё придумал человек, у которого отсутствует напрочь система координации. Аллилуйя. Аллилуйя. У-у-у! Можно расхреначить ящики ещё на радость, потому что... Потому что... Ладно, выдохнем. Артефакты ядрева в корень. Какая-то... Ну, какой-то... Фенобарбитурат. О! Реагент. Не знаю, что это, но я думаю, плющить будет нехило. Так, здесь ещё один реагент. Реагентов много не бывает. Можно их, конечно, совместить. Реагент с литера А, реагент с литера Г. Понятно, нужно ещё поискать ништяков, я думаю. Сейчас почитаем, конечно, что там нам пишут в прессе. О, пожалуйста. Ещё. Баллончик в сторону. И, пожалуй, наверное... О! Башмак. Шикарный башмак, кстати, можно. Может, продать на ebay. Может, в какой-нибудь коробке ещё будет реагировать. А, вот он. Ну вот. АБВГД-ка собрана. Больше, вроде, крушить нечего. Можно раздолбать, конечно, шкаф. Что мы и сделаем с удовольствием. Он просто... Люблю вносить деструктив в местные интерьеры. А вот ещё. Шикарно. Ой! А тут у нас, понимаете ли... Не только АБВГД, но ещё и Е. Е около МНЕ. А тут... О! А здесь у нас совершенно бесполезный напалм. Хорошо. Так, а это у нас что? Арктика. Такое чувство, будто внутри артефакта моя копия. Точнее, множество копий. Не очень верных, если уж на тупо шло. Это мы уже слышали. А будет какой-то... Диетил-лизергиновый приход? Нет. Никакого прихода нет. Зато есть письмо. Магникальций, барий, хлорид, фосфор, сода. Шикарно. АБВГДИК, АБВГДИК. Нан-на-нин-на-на-на-на. Ну, я так понимаю, что нужно их как-то в правильном... В правильном сочетании смешать, да? Ясно. Максим Козоц поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Глей ровно, Бомич. Жена там не уходит случайно. Уже всю посуду перебила. Пека. Я спрошу у нее, ребят. Нет, еще что-то осталось, но... Нет, нет, все. Все перебито, не переживайте. Теперь вот она с чувством выполненного долга покинула местность. Давайте рванем. Шкафчик. Так, ну вот великолепно, конечно. Хлорид, аммония там и прочая фигня. Очень полезная. Я все понимаю. Но, во-первых, элементов в записке 6, а реагентов, как вы заметили, у нас 5. А что это нам так хреново? А что это нам так дерьмово-то? А, во-первых, еще вот мяско есть. Я не совсем понимаю, что случилось с главным персонажем. Протагонист что-то, видимо, вшторился реагентами, что ему внезапно захеровило. Ну, такое бывает. С протагонистами. Ну, есть еще одна дверь, конечно. Я просто боюсь, что она не открывается. Хотя зачем бояться? Просто взял и открыл. И открыл. Кстати, а что это? Там стоит под столом стакан, что ли, какой-то? Непонятно, чья-то заначка. На, дверь открывается, поэтому зря мы так. Я же сказал, осмотрись. Да не, понятно, равнодушие, что надо осмотреться. Вот если бы в эту игру играл ты, судя по нику, ты бы вообще не напрягся. Но я-то, я-то просто... Кстати, я не понял. Мы что, вышли? Вы что-нибудь поняли? Мы просто обошли всю эту местность и вышли оттуда, откуда пришли. Но вот я боюсь, что просто реагент нужный нами не найден. А он где-то здесь. И это будет такой провал провалов, что... Я же обратно не вернусь никогда. Книги Кирку... Нет, друзья, книги. Рукописи не горят и, судя по всему, не ломаются. Из чего я делаю вывод, что книга действительно самый полезный подарок на день рождения. Крайне мере, самый прочный. Кирка ее не берет. Ну, ладно, ребята. Кстати, спасибо большое за поддержку, дружище. Это, скажу я тебе, очень приятно. Ну, в общем, ладно. Я так понимаю, надо просто чалить дальше. Тут просто больше ништяков здесь нет. Кроме вот этой банки тушенки. Но, судя по всему, главный герой обожрался тушенкой на 50 лет вперед. гранит науки не плохой афоризм. Неплохой афоризм. ибо мы же его в прошлый раз сюда не затащили, а это значит, что как раз там ему самое место. ну, но он не хочет тащиться. Не все так просто. У кого-то закипел чайник. Пожалуйста, пожалуйста, просто. Я боюсь туда идти без ящика. Ну, ладно. Если что, буду считать себя коммунистом. Так, держимся. Держимся все время. Право. Право, право. Конечно же, заперто. Естественно, кто бы мог сомневаться. Держимся дальше. Право. Судя по всему, это просто обход. Да, это просто обход. Хотя нет, вот сюда еще можно пойти. Блин, господи, только бы не Бобик. А, отсюда я вышел. Отсюда я вышел, был сильный мороз. Но мы там в кучу мест еще не зашли. Ага. Роскошно. Просто обожаю такие места, в которые ты просто бежишь по кругу. Для моего топографического кретинизма, ребят, самое то. Просто лучше не придумаешь. О. Здесь я гасился с трезором, между прочим. Ну, давайте сразу пойдем направо. Знакомые места. Да не то слово вообще. Дружище. Дружище Дредд. Прям как домой попал, ей богу, правда. Так, с крепким рычагом. Ну, мой рычаг, видимо, не подойдет. Хотя можно, не знаю. Нет, я не вижу здесь подходящего рычага. Можно было бы, конечно, вставить швабру. Но, видимо, швабра не очень крепкий рычаг. Хорошо запомнили про рычаг. Намек. Я, правда, не знаю, где его взять, но да ладно. Это не суть важно. Сейчас пойдем налево. Сейчас пойдем налево. Вот еще одна дверь. Это весело. Для меня это лучший способ вообще получить проблем. Спасибо вам, разрабы. Ну, хз. У меня идеи кончились, если честно. Поэтому пойду просто направо. На пофигу. Так, а вернусь, пойду налево. Ага. Как же я ненавижу тебя игра. Вот от всей души. и серьезно, я ненавижу тебя всем сердцем. Семифибрами. Я понимаю, что мне нужно найти рычаг. попутаюсь отверткой. конечно, ничего не получится, естественно. да, жаль, что мой рычаг в 32 года не такой крепкий, чтобы можно было засунуть его между дверью и чем-то там еще. так, здесь я точно был. Это место я помню. Три сваи я тоже помню. Здесь у нас, соответственно, ящик. Здесь дверь, которая... А, черт, нет, нет, нет. Ну, я не знаю, за столом, на столе, под столом. Я, в общем-то, проверил уже все. Ох-ох-ох. Столько книг. А мы бегаем по каким-то катакомбам, нет, чтобы действительно обогатиться духовно. Может быть, здесь но, скорее всего, здесь какой-то сборник трудов по устранению депрессии и продолжительных фрустраций. Нам нечего больше терять, нам некуда больше бежать. Чатик увеличь, сообщение пропадает сразу же. особенность чатика, мясо. Ну, не очень-то нужное. Это особенность чатика, ребят. От его увеличения проблема не исчезнет. ну и все. Я правильно понимаю, что это просто кругаль, который мы нарезали? Да, это кругаль. Мы его нарезали, соответственно, и там дверь, которая никогда не откроется. ну, я в очередной раз куда-то не пришел, куда должен. Спасибо еще раз разрабам отдельное за... А это что-то тоже кругаль? Это что-то тоже кругаль получается, что ли? Да, это один большой кругаль. Ага. Так, ну, допустим. Значит, здесь я облазил уже все. А это вообще начало. А это куда ведет? Ё-моё. Да чтоб вы... А вот это точно начало. увлекательно. Просто до одурения. Чертов зазор между косяком. Не знаю. То есть вот реально в качестве рычага кирка главному герою не подходит. Хорошо. Пообщаться с рыжим. А, рыжий безмолвен. Безмолвен как Фабио Капелло перед налоговой. Нам остается только бегать как идиотам. По уровню. Из трех прутов. Кстати, хорошая идея. Но я думаю, что вряд ли его можно взять. Нет, его взять нельзя. Они впиты. намертво. Ребята. Ну, вы знаете, судя по всему, Финитоля Камедия тут больше ничего нет. Здесь мы были, тут мы просто нарезали. Ну, давайте еще раз. Это вот просто такой вот круг. Могу я это заграбастать? Это просто такой вот круг с запертыми дверями. Хоть так, хоть так мы выходим. Вот. Дальше еще один большой круг. И налево, если пойду, то там опять эта хрень. Вот три прута. В принципе, здесь вообще три сосны, но я и в них умудрился заблудиться. вон там вот это все ведет. Нет, я заблудился. Отсюда мы пришли. А ты ж я обожаю, обожаю эту игру. Разрабы, вы лучшие. Ребят, серьезно. А, это вообще сюда пришел. Ладно, ничего. Знаете, нам как говорится не в лом побегать собственно. Это даже увлекательно с какой-то стороны. Так, начало. А если направо побежать, то тут что? то тут хер знает. Так, вернусь налево. Здесь зазор соответственно. Сейчас вернусь налево. Вот сюда. Внимание. Сейчас голова не затроить. сейчас налево. налево. Это какой-то в начало ведет. А это ведет к тем трем прудам. Короче, друзья, я делаю вывод, что ситуация неразрешима, и кажется, мои полномочия на этом уже все. Так что успехов нам, любви, здоровья побольше, хорошего настроения. Вот теперь я уж точно уверен, что мы все обошли. Использую правило буравчика. Нам, короче, надо к этой двери, которая не открывается. правило буравчика. Ну, не знаю, А с Б, лучше бы собрать что-нибудь, что может мне, поможет мне выбраться. А, 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 В нету, да? Ну, слава Богу, что их хотя бы смешивать нельзя. Да, Вшки нету. Моя учительница химии мной выгордилась. Нет, вряд ли. Может, конечно, сварить себя заживо и избавиться от всех проблем одним махом, но что-нибудь вместо рычага. Хорошо, давайте еще раз. Други мои. Вместо рычага. Башмак вместо рычага. Так себе идейка использовать. Может быть, здесь какую-нибудь хрень удастся. подмотать удастся хреновину. Вытащить, раздолбать. По сути, мы можем зайти только сюда. Может быть, стул вместо рычага удастся. Да нет, но о чем я? Я бы, конечно, засунул башмак вместо рычага. палка. Ну, а их никак не забрать. А трубы из стен вырывать мой персонаж, к сожалению, не умеет. Он умеет только замерзать в арктических пустынях и тупить. господи, я обосрался, там просто бочка катилась. Да, тут просто нету. Посмотреть за листом металлическим. хорошая идея, но нет. Но за идею, конечно, спасибо. В принципе, сама возможность смотреть за листами металлическими, она обогащает духовно. Нет, тут ни хрена. уровень несложный. а уровень-то несложный, просто здесь больше нет никаких дверей. Вот в чем проблема. Дверей-то больше нет, да, наши. уровень-то несложный, а вот вопрос в том, что я понятия не имею. Ну да, 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 это ты прав, конечно, Вервольф. За листами они вообще любят хавать в какие-нибудь щели свой нехитрый нехитрый скарб. не знаю, на бочку встать, что-нибудь сделать, но это нет. Тут я уже изучил карту, тут все понятно, все понятно, ребята. Ничего сложного. Система очень простая. Да, вот вопрос в том, что идти некуда. Идти некуда, это вначало. Это вначало, это вот я вам точно говорю, в гадалки не ходи, вот это вот начало. Я думаю, что вы как-то себе по-другому представляли начало, но вот это именно оно. Карту на стене. Сейчас все будет. это у нас соответственно железная шахта, как и все остальные. Судя по всему, оригинальностью шахтеры не отличались, называя свои объекты железная шахта и железная шахта. Карту еще одна не поверите железная шахта. Карту а ты не можешь вернуть вынуть пруд из завала с камнями в комнате или вынести этот стул. А стул не поможет. Данеш, я пока своего позволения не буду смотреть на ссылку, которую ты прислала, потому что это уже ну прям вообще читерская подсказка. То есть ты хочешь сказать, что есть место, которое я еще не открыл пока? Ты хочешь сказать, что есть место, которое я еще не обнаружил? вот прямо есть такое место, и я его не видел? Посмотри записки. А что там? записки себе и записки. Список делал. Дверь заклинила, осталась накиечем. Шесть разных реагентов, мы и так знаем. Первым не выдержал ринектон. А это читал вообще? под главным стволом, что вел на поверхность. Мы тут же дня три. Первым не выдержал ринектон. Помню, где-то в первую ночь мы лежали, пытаясь уснуть, а он все выл и всхлиповал. Так может быть, он к Евровидению готовился на наше дело, что раз он так слаб, так ему и надо. Выходит, мы были девочками. Кодовые замки. бумажки с цифирями. Ага, но бригадир знал, что это о шахтах. Начал орать, здоровый мужик. Покусал двоих ребят. Оборудование разгромил гад. да, конечно, все это дико информативно, но записку с реагентами я не читал, потому что реагентов 6, брат. Реагентов 6. Чую читать? Вот чую? А, господи, бдительность дисциплины ежедневно. Да, великолепно. Но их 6, а у нас 5, соответственно. Обезболивающее может быть с чем-нибудь совместить, но это вряд ли. Можно бумажечку замочить, можно мясо окунуть, но нет. Нет. Почему этой карты на стене нигде не видно? Ну, хороший вопрос. Мой друг. Почему этой карты нигде на стене не видно? Наверное, по о, а, Подождите, это вообще начало. Да, ну да, это там, где я оказался в самом начале. У все верно, у все правильно, да. Труты, бочки, карт здесь что-то я тоже не наблюдаю. А-а-а, ну конечно, там же псина еще, ё-моё. Ребята, все нормально. Сейчас все будет. Точно, господи. Ну конечно. Ура, аллилуйя, ребята, все, все в паридосе. Вот только мочить нам заразу нечем. Хорошо, ладно, попробуем. Попробуем по-тихому, да? Ну, дерьмово, конечно, что, что тут говорить. Ящик бы нам притаранить сюда. чат на стриме висит. Сейчас перезапущу джуманжи. Окей. Эх, мне бы ящичок хоть один маленький. Маленький. И уж я бы с ней разобрался. Ну, сбудется мечта идиота. Я нашел. Я нашел, ребят. Я нашел. Ну все. Иди сюда, мой блохастый друг. Дальше ты можешь делать все, что угодно. Здесь, конечно, вот эта вот тема, она... Ну ладно, давайте, если сейчас запрем, да, товарища? Давайте попробуем. Это же весело, наверное. Я думаю, что вам понравится. Берем мясо, кидаем сюда и ждем, пока придет товарищ. Уже придет. Прячем мясо, берем в руку кирку, берем в руку фонарь, ждем. Мясо запахло. Вкусненько. Иди сюда. Ца-ца-бе. Че-то я, кажется, зря беляшами разбрасываюсь, да? Он не придет. Жаль. Жаль. Счастье было так близко. Эй! Да-да-да, это я. Дружище. Дружок. Полка. Ладно. Хорошо. Ну, Трезор, в общем, будем разбираться с тобой старым шахтерским методом. Киркой по жопе. Иди сюда. Иди, иди. Иди, каштанка. Полкан. Веня. Ну, ты, конечно, ты, конечно, дурак. Немалый. Алло. Нет, серьезно, что ли? Кстати, смотрите, там что-то написано. МП. Здорово. Блохастый. Совсем отупел, да? Наконец-то. Иди сюда, мой хороший. Блин, мясцком бы тебя теперь приманить, но мне кажется, что теперь ты мне не доверяешь. сейчас, ребят, чатик перезапущу. Ну-ка. Ребят, пошло? Пробуем. Победа. Ай да, Бонни, ай да, собака-губитель. Так, ну что, идешь, нет? Мой забывчивый, блохастый друг. Да, это все еще я, представляешь? На. 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 То есть, они как-то странно себя ведут. Некоторые бросаются тут же снова, как бомж на бутылку пивка не допитывают, а некоторые просто убегают. Теряют всяческий интерес. Из чего я делаю вывод, что не всех собак. Ай-яй-яй. Блин, не получилось. Ну да ладно. Эй! Дружок! А! А! дружок, нет, сука! Ах, ты ж тварь! Господи, да нет! Боже! Ах ты ж, твою мать! Ну ладно, каштанка. Разозлила ты меня в этот раз. Всерьез. Где там начало? Черт. Надо просто аккуратно ее аннигилировать. Это же не сложно. Вот же сука, а! Каштанка, ты не кобель! Давай, иди уже. Ладно, ребят, я, с вашего позволения, просто... Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Не нервничать, дядя. Все будет хорошо, ты ж видишь, у этих собак напрочь отсутствует нюх. Они его просто потеряли. Ладно. Мясом ее не заманишь. Хорошо. Будем действовать другими способами. Надо было сюда зайти, чтобы автосейв прошел, а потом уже выходить. Ё-моё! Нет, я, с вашего позволения, вот теперь автосейв произошел. Сейчас я все грамотно сделаю в этот раз. Маня! Маня! Мы едем, едем, едем в далекие края. Ух ты, две звездочки. О! Привет! Вообще никаких, ассоциаций, что на тебе ящик ползет медленно. То есть, ну, действительно, было бы на что обращать внимание, правда? Эй! Серьезно! Чувак! Я тебя сейчас ящиком раздавлю! ты твою мать! Опа! А дальше стены уже не прыгнешь, да? оп! 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 Опа! Раз, два, три, сорок шесть, пятьдесят восемь. Получи, сучка. Ну, в прямом смысле этого слова. Конечно. Отлично. Так, все хорошо. Вот еще немного шарумы готова для местных продавцов беляшей. Давайте изучим местность. Местность пересеченная, сложно организованная. Что это за хрень? Напоминает резервуар. Напоминает старый вуар. Конечно, бомбануть, но не будем. Нет, почему это не будем? Конечно, будем. Ну, ничего не открылось, что, собственно, и ожидалось нами. Так, а отсюда я уже пришел. Короче, здесь просто ни черта нет. Знаете, такое ощущение, что просто ни черта полезного. Только туннель. Вот просто зачем? Зачем меня заставили ходить по всем этим катакомбам? Вот нахрена? Ну, ладно. Собственно, могли бы и трезорой не мочить. Зря пострадала шавка. Потому, что мы сюда уже не вернемся. итак, сейвлюсь, засейвился, взял кирку, иду, иду, курю. Ну, давай. с пауками там уже в принципе вообще что это? Ну, хоть какая-то вещь, по-моему, уже меня. Про кого? Кристину Асмус. Надо смотреть этот рюкзак. Может, он прольет свет на происходящее. Ничего, только старый факел до горьст таблеток. Таблетки уже хорошо. Последние слова завещание от Джозефа Фримена. Мистер Фримен. Half-Life. Он и сюда добрался. Я так и думал, что такие игры взаимосвязаны. Мои последние мысли. 10-10-0-0. от 2000-х. Судябрь. Я Джо Фримен. Желаю оставить все сбережения своей сестре. Мэй. Будучи уверен, что она распорядится ими разумно. Сестренка, мы часто говорим, что лучше помереть молодыми, чем будто и не жить. Кажется, для меня этот лозунг станет явью. Я слишком много знаю выживаний, чтобы понять, долго мне не протянуть. Какая ирония. Не говори. Прям сарказм судьбы. Как там мой приятель Джонни О? Вряд ли ему лучше. Моя нога сломана в трех местах и, кажется, разбит крестец. Короче, мне крестец. Время бежит. Каких-то три часа назад мы разбили лагерь. Зачем? Можно было его просто возвести. Зачем вы его разбили? Я остался высекать огонь, а Джонни пошел искать дрова. А когда вернулся, был весь на взводе. Я не мог добиться толкового разъяснения причин, но тоже заразился этим возбуждением. Это не горбатые горы сценарий случайно? Надо было распознать признаки. Вскоре ему стало хуже. Стоило мне повернуться спиной, как Джонни напрыгнул на меня. Точно это горбатая гора. Машка, я тут горбатую гору читаю. Повалил лицом в колючий снег. Подождите, ребята. Ну, как бы нужен соответствующий антураж, понимаете? Потому что чертов контакт. Вот нужно именно сейчас заглючить, да? ща, ща. какое-то говно все время. Во-во. То, что я хотел. Хотя, вот может вот это. боже. Это не то. Ща, 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 ребята. Я должен. Ладно, короче. Пойдет. Надо было распознать признаки, а вскоре ему стало хуже. Стоило мне повернуться спиной, как Джонни напрыгнул на меня, повалил лицом в колючий снег и попробовал меня задушить. До сих пор не знаю, что такого он раскопал в этих чертовых льдах, чтобы так сбрендить. Дурашка. К счастью, случился очередной оползень и мы упали. Упали в объятия друг к другу. Я сильно расшибся о лед и едва выкарабкался на твердую поверхность. Адреналин притупил боль и я думал только о том, как бы не подохнуть. Нет, что-то уже не то. Какая-то эта нигейская музыка. Идет в жопу этот контакт. Все мне испортил. Такая была идея. Ну вот. Короче, я думал только о том, чтобы умереть не в этих черных водах. Как вы падаете на замерзшее озеро, то не просто тонете или качните до смерти. Ваше тело сковывает смертельный холод. Инстинкты вопят, что надо выбираться на берег, но тело уже не слушается. Постепенно вы уходите под воду, провожая взглядом пузырьки последнего выдоха. Но просто так умереть не удастся. Да господи, опять нельзя просто так умереть. Ваше тело будет подстегнуто адреналином и замерзнет для замедления всех процессов. А это значит, что в ледяной могиле вы протянете целый час без кислорода. Ну, конечно. Я выбрался, снова повезло, но осталось только лежать здесь, пока мокрая одежда постепенно не завершит дело проклятого озера. Озеро надежды. Я на одной стороне, бедняга Джонни на другой. На высоком берегу на крутом. Я стою на одном, а ты Джонни на другом. Все равно беспокоюсь о нем. Конечно, потому что, ну, помним, насколько я видел, его рука вывихнута, разбито плечо и немного лицо, но это лично я сделал. Слово на запястье. Не разберу, что он там кричит, но, кажется, друг говорит сам собой. Пытается разбить лед походным ломиком, не зная, как ему удастся переносить боль, откуда он черпает силы, но точно скажу, с ним произошло нечто непостижимое. К очередному счастью для меня, он не может перебраться по льду, тот не выдержит веса взрослого человека. Единственный способ перехода равномерное распределение нагрузки, а Джонни крайне непропорционально сложен. В моем рюкзаке осталось много болеутоляющих, горсть таблеток держит довершительно чатая озера и этой скалой. Я ведь постоянно твердил, что лучше подохнуть на пределе возможного, чем атаки во сне. А теперь удастся все это совместить. Все лозунги остались в прошлой жизни. Уж лучше я уйду легко, чем уйду от боли, холода и потери крови. а потери крови будет. Хорошо, возьму я кочергу на всякий случай. Кстати, вот они вряд ли помогут мне, а да, значит, там где-то Джонни бродит, я так понимаю, да, и так. Снова этот артефакт. Раздолбанный контейнер. Откуда, зачем он здесь? Как бы я привел кого сюда? Может, кто и знает, уж точно не я. если бы не встречались эти светящиеся загадки, не знаю, что и думать. Они пугают меня, но и манят. Манят меня своими труселями, оставляя себе часть моего существа, стоит лишь пройти мимо. Лучше их не трогать. Да как не трогать? В этом же прикол весь. Это же кайфово. Так, я так понимаю, мне на пальду придется идти, что ли? О! 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 Окей. Оби. О! О! Понятно. Короче, бежать придется довольно долго. Джонни, твою мать! Ну, побежали на островок. Неплохо. Давайте еще раз. А! Распределительно равномерно. Стойте. Во-первых, там кто-то нещадно молится. блин, мне стрёмно как-то. Может быть, как-нибудь... Так, снегоступа, листок бумаги. Я не знаю, я мог, хотел бы лечь, но лечь не получается. Понятия не имею, что делать. Стойте. А если я раздолблю контейнер, еще немножко додолблю. Кто-то же это сделал? Шикарно. Теперь возьму так вот положу досочку. Вот как весело, да, ребята? Твою мать! Ну что не так? А я вообще весь контейнер могу расхреначить, да? Так. Значит, и вот просто спокойненько чик. Да господи! Что за тупизня? Лед выглядит крепким, но предательски потрескивает. как мое лицо. Нет, на такое меня калачом не заманишь. Ага. Так. Ну теперь осталось только осталось только таскать эти хрени. Вот. Я сказал во! Все, на изичах, ребят. Просто на изичах. Потрескивает, не потрескивает. Просто, ребята, этому я еще учился на ОБЖ в третьем классе. я стою на одном, но ты на другом. калачом не заманишь. Пугачом не заманишь. Все нормально, ребята. Все нормально. Просто изи. Изи. Так, забираем. это провал. я, конечно, могу добраться до того дальнего. Эхо! Да! Ребята, что вам сказать, я могу? удастся. 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 Кто ж виноват, что мой главный герой просто криворукий. Так, я сразу пойду туда. Куда туда? Я не знаю, куда идти. Я вообще не понятия не имею, куда идти. Потому что налево нужно. вот и на другом. Так, увлекательнейший геймплей, ребята. Извините, но ближайшие 45 минут игра будет проходить без комментариев. Здесь можно рассказывать любые прохладные истории из жизни. Не знаю, какие, правда. У меня в жизни ежедневно прохладные истории. Сейчас мы познаем всю мощь бесплатной российской медицины. Просто вы знаете, денег нет, но они держатся. Они держатся. И у них отличное настроение. Когда Машку повели к аллергологу, аллерголог, во-первых, прием стоил полторы штуки, а во-вторых, аллерголог выписал анализов на 10 штук. Ну, мы резонно заметили, что как бы может быть как-то обойтись без такой жести. И может быть как-то обойтись меньшим количеством анализов. В итоге выписали анализов на 7 штук. Пришли повторно, аллерголог посмотрел эти анализы и сказал, вы знаете, пейте супрастинчик и соблюдайте диетку. Мы сказали спасибо, аллерголог, но как бы не обязательно было 7 тысяч просить, чтобы выдать такой гениальный рецепт лечения. Да ё-моё, я ненавижу тебя! Факаная игра! блин, я случайно, ребзя! Твою мать! Сука, возьми! Возьми ты доску! Извините! Очень страшно! Очень! Так, ну мы продолжаем. Главное, главное сейчас спокойненько руками не маши, краб! Что вода холодная, реально! Ну я тот, я тот ту тему на троечке сдал, вот по поводу перебираний по доскам. Так, не закидывай, Боня, не закидывай, спокойненько. Идём! Не кашляем. Смотрите, вон там что-то торчит из льда. Изо льда. Изо льда торчит изо льда. Я говорю, спокойно. Что это такое? Перчатка из водоотталкивающей ткани. Тоже современная штучка, конечно, она на руке. А рука, кажется... О, торопышка Джонни, кстати, действительно. Отдай! Отдай! Тебе это больше не потребуется. Джонни! Говнюк! А вот ломик там как раз и пригодится, ребят. Может, подогреть её как-нибудь, не знаю. давай, давай, Джонни! Серьёзно, братан! Ну, зачем тебе лом? Ей-богу! Джонни, малыш! Что ты им будешь отмыкать? Старина! что у нас есть? О! Кусачками перекушу ему, подхерачу пальцы. Нет? Может быть, я отверткой ширну ему руку и он выпустит. Нет? Может быть, я молотком подхерачу ему? Подхерачу ему? Нет? Может быть, я подпилю ему руку? Чертям. О! Доезжешь! Я отпилил ему руку! Джонни, малыш, сорян. Ничего личного. Мы, кстати, теперь должны тем же путём идти обратно. Я знаю, куда. Теперь нам нужно, соответственно... Угу. Теперь нам нужно взад-назад, потому что... Можно продеть лом под дверь. Всё чётенько. Молодец, Джонни. Надо было как-то, конечно... А я могу забрать руку? Ведь я так одинок, а у меня нет ни одного близкого создания в этих катакомбах, а так хотя бы рука будет выполнять роль таинственной незнакомки. Ну, вы понимаете. Джонни, завещай своё тело мне. Хотя бы частично. Так, вон там какой-то ништяк тоже есть, я уверен. Но, вы знаете, честно, проверять это я не хочу. Скорее всего, может быть, там ничего и нет. А может быть, и есть, но... Что бы там ни было, сначала мы... Сначала мы попробуем всё-таки старую... Да что? так, только, пожалуйста, вот, главное, чтобы Джонни не вставал. Хотя, как? Безрукая создания. Так, поближе немножко. так я сходил в эту сторону, Джуманджо. Я просто не вижу смысла. Вот к тем камням? Зачем? Ну, что там может быть? динамит какой-нибудь, не знаю. Видишь, солнышко уже встаёт, уже скоро лёдик весь треснет. И нам жопка придёт. в этом давайте валить отсюда. Всё, что могли, мы от этой местности уже получили. Ну, не знаю, может быть, был ещё какой-то способ пройти эту великолепную игру, но я в этом сомневаюсь. идём-ки назад, господа. Рюкзачок. Шикарный, конечно. Так, вспоминаем, где гениальный геймплей. Да, вот самое главное, что он очень захватывает. Обратно нам точно не нужно. То есть, что-то всё трясётся. теперь нам нужно телепундрить назад. Здрасте всем на этой помойке. Хрен его знает. Я не помню, какая там дверь не открывается. Сейчас будем искать, ребят. Сейчас будем искать. Та дверь открывается. Ты что, застрял? Так. Может быть, вот это? Точно это. вот она родная. А, нет. Может, пока я бегал, её какой-нибудь козлина взял, да и заварил. Такая подстава. А, вот эта дверь, да? Ага. руками не выйдет, а ногами как раз вот, может быть, и по... Где ломик? Отлично. Добрый вечер. Где-то, где-то, теперь, мой светлый рыцарь. Ты и правда зашёл так далеко и стал так близко? Я жду, жду, но... ну, чего, чего? Сколько видно в очки не листа, а мой разум остаётся в плену. Боки-боки играют с мной приговорив в течение лет в месте, где свет есть тьма, а тьма есть свет. Неужели мои глупые советы привели тебя к гебели? Ты уже слышал, что в дверь не открывается? Это смерть. Не дай бедному рыжему умереть в одиночестве. Шикарное место, конечно. Такое ощущение, что я прям в Сайлент Хилл пришёл. Ну, да ладно. Короче, от чего-то рыжего началась депрессия, по-моему. Этот проход обрушится на рыжую или кто ещё соединил остатки крепкой опоры деревянными досками. И чувствую, нам по ним сейчас придётся ломиться по полной. Да, да. Этот завал, рыжий наверняка за ним. Надо как-то обойти или пробиться. Может, разрушить, сейчас что-то скажет. могу бросить динамит, но с вашего позволения этой хренью заниматься не буду, потому что вряд ли. Хотя у меня три динамита. Давайте, друзья, как считаете, будем кидать динамит? это же идея. Есть такая светлая мысль шевырнуть динамита на льца. Вы как? не поможет. я так и думал. Ну, я почему-то так и предполагал. так что пойдемте-ка мы дальше. места роскошные, безусловно. Поэтому, что ж тут пейзажи великолепные. Я думаю, что здесь в штаны не наложила бы только художественная гимнастка, которая, как известно, ходит по бревну. А вот я немножко потираю от страха. сейчас у нас будет кто-нибудь нападать. Я прям чувствую этот момент. Чтобы вы почувствовали бродя по таким вот сваям. Это прям как на русской стройке. Никакой страховки, никакой гарантии. Просто сваи. Шикарное. О! Отлично! Одна комната, куча ящиков. пустых, что не может не радовать горелка. С ее помощью уже предотвращение со своим нравной бомбой и сразу быть правильные реагенты. Реагенты у нас есть. Конечно. Запальный шнур. Сейчас. Все будет. Стив раковины забиться ссадком от химических. Я понял, это лаборатория юного террориста Шахида. Так, что пишет? Если бы у меня не встречались эти светящиеся гадки, не знаю, что и думать, и не пугают меня, но и манят. Так, короче, я понял, он уже окончательно окончательно шарохнулся. Обезболивающее. Короче, ребята, это что такое? Стеклянные мензурки. Берем. Ну, вот такая вот кирка, которая не может разбить стеклянные мензурки. Знаете, это нормально для этого мира. Короче, что у нас есть? Емкость для смешивания реагентов. у нас нет реагентов В, к сожалению, это печально. Так, запальный шнур сюда, лом сюда. Так, ну, все это, конечно, весело и здорово, а что дальше? Идти-то мне некуда, дорогие мои, родные, любимые, бесконечно милые. Идти мне некуда. Соответственно, давайте мутить. Во-первых, в горелку не поступает газ. О, пошел газ. О, теперь получше будет, да? Читать нечего, да? Ну, зачем нам с другой стороны? Зачем нам с другой стороны что-то читать? Мы тут и так все намутим. Оп, есть контакт. Оп, нет контакта. Ладно. А, Б, В нет, Г, Д, Е. Ё-моё! Так, начинаем с Б. И мы можем, конечно. Так, 4 на А. Нет, да, начинаем с Б. Ага. Начинаем с Б. Потом Е. Какого ляда? Так, спокойно. Начинаем, в любом случае, с Б. А, Б, Г, Д, Е. Б. Ну, судя по всему, да, ребят, судя по всему, нам нужен реагент. О, есть! Б, А, Г, нет, Б, А, Б, Б, А, Б, А, какой, а какой? Б, Г, нет, я же только что смешал. Д, Б, Е. Так, какого Б? Давайте с А. А, Г, А, Д, А, Е. А, мы так можем начать с любого. О, Е, 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 Так, Г, Е, отлично, она будет найти, думаешь, это может и рвание. Так, мы счетность, а и все исчезли. Шикарная. Я не знаю, как у меня это получилось, но в принципе примерно так я химию и сдал в девятом классе. Так, что теперь делать? Теперь, соответственно, запальный шнур. Так, нужен запальный шнур, твою мать, я точно знаю. Да как нет-то? Так, главное не тупануть. А, а что делать-то с этим счастьем? Тут-то уже все, да? Мы тут уже ничего не будем поджигать. Так, ну ладно, давайте действительно отнесем. Ой, как страшно. Сейчас бы нормально рвануло. А-а-а! Да вы что, серьезно? Я с этим дерьмом должен найти через... Ладно, хорошо, как скажете, учитель. А-а-а, как это сбивает. Боже. Как же неудобно. иди киева, мать. Ничего. Мне совсем не страшно. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Иду с высоко поднятой головой. Оп. Оп. Так. А-а-а. Запальный шнур. Господи, почему нельзя было его там засунуть надо нечестно может сохраниться да и так сойдет ничь не очкуй я сто раз так делал я нормально я думаю так сохранилось слушайте ну я не знаю кто такой завал организовал кстати мы тут немножко и потолок обрушили извините я потом зашпаклюю так подозрительно тихо я думаю сейчас скрип какой-нибудь рубится им опять от кого-нибудь побежим посмотрите гадалки не ходи эта дверь она другая она и прочее должно быть к ней меня вел рыжий еще рыжий а что так тут закрыта понятно да я перед тем как зайти в эту загадочную дверь с вашего позволения обследую местность тут же такая роскошная обстановочка посмотрите как тут все вот точно сайлент хилл а и крашка и закюрит game crashed ридзис о ну close черт черт игра крашнулась ну как вы понимаете вот это подстава я надеюсь сейв был давайте скажите что все сейвы что все сейвы стерлись давайте удалите все сейвы сволочи а ну в принципе идти недалеко нормально говори горе ясно чтобы не погасло ты сломал игру да не а чё я я сломал ногу кажется не игру потому что наш персонаж почему-то перестал адекватно реагировать на происходящее а давайте еще раз насчет а дверь закрыта и как бы бог с ней а сюда на типа нельзя что ли и не смотря не как раз на что не так то тут игра крашится лол ребят это какой-то божочек божочек забожил чё делать картинки нет вот же она как нет то так господа сдается мне мы в жопе потому что потому что просто забаговала игра едитецкий его насеста вот это роскошно о нет чё же рванет что-то как-то я задумался еще разочек подрывник из меня тоже не очень средненький довольно так господа сдается мне надо валить в дверь которая выглядит по-другому лучше не прыгать потому что мой персонаж ломает ноги упав с 20 сантиметров а но спасибо тебе спасибо тебе бог бог а все на этом собственно да туда нам идти нельзя поддевать нам ее ну как блины клон же е-мое лом жена все и она не просто закрыта а задраена здесь лом не поможет может если отключить питание и тить колотить просто ну а там крашится понимаете это просто провал ребят ну это кажется гг потому что но обидно конечно обидно потому что ну вот просто так там сейчас игра крашница ооооо там крашница игра я не знаю что делать видите да я иду в то место вот в это вот место и когда я дохожу до двери игра крашится ну прямо сейчас сейчас она сломается английскую версию у меня накатана сверху русская так начинать заново да это хорошая идея я думаю что очень светлая а как снять то русскую версию подожди буба я я не помню я вообще не помню как ее накатывал собственно да мне просто прет ничего не скажешь действительно амнезия уже стремилась нет нет не стремилась давайте в стиме куплю кого кого на iphone какую другую версию ребят и не совсем понимаю мне что нужно откатить сейчас как мне запустить английскую версию мне нужно зайти на d steam я стимовскую установил конечно у меня стимовская версия конечно я ее за деньги купил естественно knife походу это русификатор steam up с комом ну бра редис где-то куда-то я ее ставил папку с русификатором и менял файлы так сейчас посмотрим нам что-то анимуша прислал да здорово спасибо разрабы завал с камней после найдешь ли на враче про доходит на этом ты пожалуй успешно выходим сообщением щек раз ударит пытался толку нет ком хороший думаю что это более чем нужно игре дрова стать последний что не так также беда то же самое перед ходом в нее игра вылетает видать что-то нет не отработано для русских ага так спокойно ребята мы можем маша ты чё там с ней дерешься опять я слышу как саманта вопит вопит так вот это и ноги вырываешь так друзья сейчас пробуем они дашь водички или чего-нибудь там в холодильнике попить настройки игра язык рашин инглиш бэк бэк континуя from last version тогда тогда просто водички так ну и подождите у меня стоит английская версия алё ку-ку какого хрена у меня стоит английская версия какого ладно ладно я уже ничего не понимаю но я поставил английскую версию она вот каш игры в стиме в настройках запуска так господа выйди из игры я а надо выйти точно 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 анимуша выходим из игры сейчас все будет сейчас нам потребуется ваше знание английского господа приготовьтесь я так понимаю сейчас видимо что-то будут шарабанить наши персонажи и если кто знает английский приготовьте бумажку и ручку потому что ща мы будем соответственно будем все это дело записывать с вами хэппи инглиш а я сломался ногу это жаль и так дети достаньте хэппи инглиш пожалуйста сахин топан тут сюда и тут туды и так слушайте переводите ребята хотя в основном несет несусветную чушь а в сахин у в в в в в в в в Продолжение следует... Мехмоткобы сейчас сюда. Продолжение следует... Please, let me speak English from my heart. Еврососиэйшн, организэйшн, конверсэйшн. Позволейшн мне как-то переводейшн. Вот, коррестейшн я вижу, лежэйшн. Кеннай обратно возвращайшн. English, please. Так, restarted. Exit. Если вкратце, то он хочет умереть. Ну да, если опустить всю... Ту... Ахинею, что он обычно несет. Вкратце, что он хочет? Что он хотел от нас? И он хочет умереть. Слышите, да позволим ему... Позволим ему... Собственно, реализовать свои фантазии. Все-таки современное общество. Общество удовлетворяющее... Да ладно! Да ну на! До какого ляда! Так... Fuck my life! Просто... Дерьмейшн какой-то происходит. Он же должен был засейвить после такой длинной речи. Ааааа... Хвост, чешуя. Окей... Кенай как-нибудь засейвейшн. Евро-ассейс-ассейс-ейейшн. Екитетская сила! Ёккарный бабай! Блин, горелый! Ну как же так, а? Як же ж так? Православные. Ну это никуда не годится. Мяяу! Сэм, спокойно. О, точняк! Попробуем так, Буба. Сделаем хидро, как советует наш друг Буба. Сэм, ну хорош возмущаться. Помогу я как-то его скипнуть? Друг... Блин, как же тебя скипнуть-то, зараза. Болтливая, ты сволочь. Я не имею мудко в этом районе. Я не понимаю тебя. Ты не понимаешь? Я не понимаю. Ты ебаный английский учитель. Но мой английский не очень хорошо. Я нужна мудко-стайл. Мудко-стайл прононуциейшн. Евро-ассейс-социейшн. Я имею в виду вашу информацию. Please, stop you говорить столько словейшн. Ох ты, что, you matation, а? Holy shit, fuck it. Fuck it around your ass. Fuck you in your asshole. Asshole. A fucking bitch bastard. Motherfucker. Shut up. Shut up, motherfucker. Stop speak English, please. Let me speak Russian. Russian. I'm a Russian. Russian tourist. Облика морали. Етить твою матейшн. Да заткнейшн ты уже или нет. Я выходейшн. Выходейшн из этой. А что? А куда мне? Ну, так, я знаю. Египет Александр Невский. English school learn. Вот. Loading. Вот здесь я могу засейвиться? Что так долго? Ха-ха. Инсинератор. Посмотрите. Все равно на железную шахту написали. Лол. Back to game. Load game. А как засейвиться? Допустим. Да твою ж матейшн. Факан и ты мудейшн. Ха-ха. Ха-ха. Маша, да хватит. Вы слышите вопли? Е-мое. Сейчас я сам буду вопить. Мася, хватит кошку кошмарить. Придется сходить до сейвовки в другой логике. Да нет, я пойду дальше, наверное. Ладно, ребят, я просто пойду дальше. В жопу, короче. Этого козлину. Так, рыжему не позволяет умереть, поэтому ему нужна твоя помощь. А еще он сказал, что он в бойлере. Опа! Вот это уже полезная информация. Спасибо большое. Так, ключ от выхода у него, если хочешь его получить, сожги меня, окончи мои страдания. Рыжий написал. Абсолютно. 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 I flame you in fire. I will kill you by firework. I will flame you, and you will die. You will die, my friend. О! Отлично, английская версия. Почему рыжий хочет умереть? Почему так? Почему от моей руки? Что же делать? Что же? Прибор измерителя температуры, объема загрузки. Отлично. Ребята, я, кажется, начал понимать английский. То ли я начал понимать английский, то ли англиканы вдруг по-русски заварнякали. Ну же, я, знаете, не против. Выглядит пугающе, как большие мясные крючки. А давайте один из них. Отличная английская версия, друзья. Да я, кажется, в совершенстве овладел предметом. Давайте крест возьмем. Крест животворящий, помочь должен. Так, а тут что? Подающий трубопровод. Ну, я так полагаю, ребята, у нас есть только одна кнопка. А, тепленькая пошла. Дружище, с легким паром! Не подгорай там! Так, спасибо. I read, I'm sorry. Whatever happened to you down here, it's over now. Ok, thank you very much. Where are you? Where are you? Пепел, все, что осталось от моего единственного друга. Блин, какая... Какая сентиментальная история. Это же драма целая. Ну, как так? Наш друг. Самый близкий. Самый родной человек в этой шахте, которого мы никогда не видели. Эх, зачем ты умер, рыжий? Мы могли бы составить отличную гей-пару. Ключ, который же не собирался мне отдавать. Пытался ли он утаить нечто важное? Или защищал меня? А закрыта, соответственно, другая дверь. Друзья. Locked. I will unlocked it. I take a key and check-check. и так ребят я могу перри перри засеиваться бонич такую кульминацию испортила какую я кульминат ребят ну ищет часто должно быть все нормально options game рашен back ok back exit ну часто должна быть сейл да не может быть чтобы не было сейва да бред мы целую заставку посмотрели и а и и и и и и и и Етистый прям вот в красную армию Через три колена Май тебе вдышла Промеж трех пятилеток В рабочую смену И портбелеть тебе в третью краснознаменную гвардию Четвертого полка Седьмой ударной пятилетки трудовой бригады Чтоб тебе жить на эту получку Козлина Ох ты ж, екарный театр-то, а Сломайся к чертям все Мудогреб Да-да-да Ох ты, господи, ты боже, ты мой Здорово, чувак Как тебя скиднуть, а? Да, что-то действительно Нет, давайте, ладно Дадим драматизму сейчас Все-таки человека сжигаем Мы же не Геббельс Чтобы радоваться этому Второй раз я не перенесу этой сцены Держись, дружище, держись Все будет нормально Так, особо восприимчивым, слабонервным Чувствительным Людям, эмоциональным излишним Может быть, немного Патетичным Или Или экзальтированным особом Просьба Просьба сейчас заткнуть уши Потому что Потому что мы сейчас будем сжигать человека Он был нам очень близок Мы с ним общались Целых 18 раз по рации Помнишь, шикарная грудь Бегал по дому Искал куски тела Для картины Там вроде тоже Все повторялось Снова и снова Да, да Почему рыжий не хочет умереть? Ах ты ж Гори, рыжий Гори Как желаешь Ах ты хорошо Вот это да Ладно, ребят Будем наверняка Будем наверняка Идти до верного сейва Эх, рыжий, рыжий Что ж ты так? Ну ладно Кучка пепла От друга Все, ребята Я больше не повторяю ошибок молодости Играем в английскую версию Тем более, что в английском Я вдруг начал внезапно Разбираться Что есть силы Черт, еще музыка такая, знаете Бедняга рыжий Прости, покойся в мире Да, дружище Меня зовут Рыжий Свобода смерти Двер Голова гудит Какой-то текст Тимати Очередной Очередного шедевра Или песня Джигана Не знаю Снова нам шепчет Какая-то Карга Старуха Зерги Ну да Да 14-летняя Мы только знаем, что пареньку было 14 Последняя воля завещания следователя Ну мы потом как-нибудь это все осмотрим Словно в живую вижу рыжего Как он сидит здесь направляет меня Сомневаюсь, что добирался бы сюда Если бы не он Но почему он решил умереть? Почему оставил меня в одиночестве? Слушай, ну Видимо Видимо ты, уважаемый, главный герой Не настолько приятная личность Что Чтобы не встретиться с тобой Люди предпочитают сжечь себя заживо Так он вообще поймал эту тварь? Зачем? Даже на виду он совершенно не скидобно И сейчас, наверное, уже должен быть умирал с голоду Ух ты Красные бобыли так во все стороны Артефакт Здорово, мать твою Здорово, твою мать Нет, иногда я не понимаю английский Жаль Пахнет как в клаке Как только Рыжий здесь спал Если он вообще спал Да, нормально Кстати, матрас нужно отодвинуть Я думаю, ну, во-первых Дермицо уберем Во-вторых, вот что-то мне Это место не нравится Хотя, наверное Место как место Может что-нибудь надо заткнуть этим матрасом А, есть еще одна дверь просто Десятки книг Рыжий, наверное, стащил сюда все книги в шахте Да нет Сейф? Да есть же ж От пособия по выживанию до пьес Шекспира и Тикканта Ему не знаю, не видно, что у меня, не знаю, не говорю Глава должна быть царить Такая каша, такая Точно сейф? Артефакт это сейф Ясно? Наконец-то Мои страдания остались позади Победа Спасибо всем, кто поддерживал меня В это нелегкое время Да Потерять рыжего друга Это, конечно, было печально Так, ну что, зачитаем записку, наверное, да? Про нашего мальчика Так, это Джо Фриман Нет, это не то А, уже вот, вот что Мой дорогой друг, как ты там? Со мной все лучше, чем представлялось Впрочем, есть и печальные новости Я гей Несколько лет назад в школе случился обывал Некоторые с перекрытию пали на меня О, лучше бы ты был геем Но страшнее было то, что я в это время Все это время был в дальнем уголке шахты Какой нахрен в школе тогда? А, в шахте случился обвал Не в школе Муся, иди сюда Мы тут разгадываем Такие запутанные истории Но страшнее было то, что я в это время Меня могло просто не найти Хотя, если не найдут, мне тоже придется не сладкое Ну, а последнее можно беспокоиться Ведь в такой глубь никто соваться не станет Ну и пусть Я не особенно расстраиваюсь Успев проработать в шахте полных 3 недели Я горд, что могу отсылать часть денег домой Но работать здесь нелегко А ты единственный человек, который был добр ко мне Знаешь, а у меня здесь подобралась неплохая компания Алкаш Садист Маньяк И Кто еще? И мудак Множество хоть и жутковатых Но вполне дружелюбных ползунов До общества книг Часть из которых еще и дома Еще из дома Если подумать, я настоящий счастливчик, что догадался взять все это с собой Без моих друзей букв Здесь было бы Скукотища смертная Здесь есть Шекспир Да господи, хорош Все время я спрашивал маму Сколько люди могут прожить без еды и прочих припасов Теперь я прочел, что некоторые люди могут не дышать Под водой больше 5 минут А иные путешественники выживали в пустыне По несколько недель А она ведь всегда говорила, что не дышать можно 3 минуты Не пить 3 дня Сколько я на своем опыте узнаю А, скоро я на своем опыте узнаю, кто прав Еду-то здесь найти можно И я в этом уверен Тут бегает и ползает множество существ Но они мне больше друзья, чем пища Неа Прям Жизнь какого-то Описание мемуаров какого-то Не знаю, дроздова Что же я потеряю от голода первым? Жизнь или рассудок? Ни то, ни другое мне не по душе Но если придется выбрать, то лучше я стану сумасшедшим Это будет похоже на приключения Томас Редвуд Шахтер 14 лет Екиньте его мать Вот, а мы говорим, что у нас в России беспредел И детей заставляют работать, нарушая все законы Тут 14 лет Паренька в шахту у контрапупеля Ничего Ну как ничего Наверное, было хреново Так Окей Идем дальше Идем дальше, ребят Да, рыжий тут Ох ты, баба голая Конкурс красоты Еще одна баба голая Ну, в принципе, я думаю, что По этой комнате В этой комнате лучше ни к чему не прикасаться Потому что это явно Что это? Ой, ну и вонь Иногда таких Кажется, я нашел его туалет Ну, правильно Где еще Заниматься? Ау Лунатизм Аутизм Ой, а вот и петля Ну, вообще, хорошее место Как бы и взрачнуть И покакать Ну, и, собственно Ой, что это? Понятно, почему он вечно хотел есть Дожить до разведения Пайковых слизней Но они живые Думаю, рыжий был им даже рад Эй, слизни Вы не обижайтесь, что я называю вас Слизнями Ну, и ладно Так, тут внезапно у нас Сколько же часов он простоял на том стуле С петлей на шее Пытаюсь покончить с собой Только слизни могли сбить стул Из-под него ног Но слизни Такие слизни Вот уж не ожидал его здесь увидеть Ну так Так, нам нужна отвертка Вот теперь я знаю, для чего она нам нужна А теперь нам нужны кусачки Да, ребята Да, капитан Все, электричества больше нет Притяжения больше нет Вот теперь мы Как бы Выполнили госдолг перед отечеством Все А теперь в таинственную дверь Друзья, мы близки к развязке этой истории Ища мы ее развяжем Да твою же мать Попав в чрево подземного комплекса Я терзался вопросами, страхами, сомнениями Кажется, они разорвали меня напополам Честь меня умерла Наверное, сгорела там Вместе с единственным другом и соратником Его последние слова не стали советом Потому что я не бельмес, а не понимал По-буржуйски Только новыми вопросами Как он и предупреждал Не могу позабыть его крики Его мольбы о помощи Угрюмого смешной жизни в том Что причиненная рыжему боль Была единственной помощью Которую я мог ему оказать Я нажал на кнопку И снова остался без друзей и выбора Теперь можно лишь идти дальше В холодную неизвестность Если бы не чар вины перед рыжим Я мог бы забыть о двери И разменять его жизнь на свою Как он и хотел Другая часть меня все еще рвется вперед К правде, что должна отыскаться там На пути Не знаю, предчувствие это или самый обман Но я уверен, что скоро найду ответы О судьбе своего отца О его роли во всем происходящем О, у него что, мотец застрял Есть, забыл Предчувствие Они предсказывают и другое Что все увиданное мной раньше Было лишь отголоском того Что лежит за порогом Теперь я знаю, что был прав Так, ну мы движемся к развязке Я думаю, сейчас будет Последний файт Он трудный, самый Неужели тут ничего нет? Нет, да? А это что такое? Кстати И мы не можем Ничего с ним сделать Вот просто шланг Висит и все Это мы знаем Мужик Ты кто? А? А? Так, ну Вы знаете Страта рабочая Может и С антропоморфным Проканает А можно в него Динамитом засандалить, а? Как жутко Так, так, так Это скрипт Все нормально Так сгинул тот Беспечный юнец Что спустился В мерзлую шахту А для меня Началась Следующая глава Продолжение Следует Было бы забавно Если бы я Завершил стрим После того Как Вошел Вот этот длинный коридор Ну типа Новая глава Большая И Оставил На следующую трансляцию Этот кусочек Этот аппендикс Друзья Ну вторая часть Будет уже в следующий раз На следующей трансляции Мы были всех рады Видеть на стриме Подписывайтесь на канал Мой ВКонтакте На канал Мой на Ютьюбе В группу ВКонтакте На канал На Гудгейме Конечно Смотрите стримы На Опергеймер Следующий выход В понедельник Ну в разделе Банимур на Опергеймер Мы появимся В понедельник В 21.00 Ровно через неделю Не пропустите Будет новая часть Пенубры Ну а со старой Мы разделались В общем Так Довольно бодро Конечно же Хочется Хочется Уже следующую часть Поэтому Скачаю быстро Ну и Большое спасибо Всем кто вступает В сообщество Потому что Вы помогаете Группе развиваться Ну и соответственно Мне тоже И Ссылку на Мою трансляцию Серега сейчас Не на мою трансляцию На мою группу ВКонтакте Серега оставит Ну или кто-то Из админов Чатика Поэтому Заходите Вступайте в группу Там проводим регулярно Ну время от времени Розыгрыш И именно там Появляются все Абсолютно материалы Связанные со мной А также анонсы Трансляции Всем Спасибо До новых И радостных Встреч Пенумбра 2 Через Неделю До свидания Мальчики и девочки Редактор субтитров А.Семкин